Мы послушаем Татьяну Зобнину, ведущего разработчика систем машинного обучения Наумен. Мы узнаем, как работает искусственный интеллект на стыке науки и технологии. Всем привет! Меня зовут Татьяна Зобнина. И на самом деле я сегодня хотела поговорить не столько о том, как работает искусственный интеллект на стыке науки и технологии, а как он должен работать, как это в перспективе должно развиваться. И на мой взгляд, без вот этого акцента на научных исследованиях мы можем потерять искусственный интеллект и получить еще одну очередную зиму этого всего. Это все прекрасные истории. Но на самом деле сейчас, если оглянуться и присмотреться, фокус в той тематике, которая называется искусственный интеллект, он сосредоточен на технологиях, на вычислительных мощностях, на огромных моделях, сложных, зачастую непонятных вообще никому. Вот. И хотелось бы смещение этого акцента. Почему? Почему вдруг вот возник такой у меня вопрос, такой интерес? Причем тут вот наука, ну вроде бы все хорошо, наука искусственного интеллекта сама по себе наука, и все развивается, и растет, и новые модели там бьют всякие там рекорды по точности. Но, тем не менее, вот уже второй год, уже скоро второй год, весь мир находится в состоянии пандемии. Что сказывается? На всех на нас, на экономике, на социуме, на здравоохранении, на всех абсолютно отраслях сферы жизни человека. И в середине этого года начали появляться исследования и публикации на тему того, а где же искусственный интеллект? Что-то он нам не помогает, не спасает нас, не предотвращает эту эпидемию. Что случилось? И заключение многих экспертов, которые исследовали много-много моделей. И вот кто-то, может, если следит за этой тематикой, знает, что, например, была моделька, которая по кашлю могла предсказывать или ставить диагноз человеку, он болен ковид или не болен он этим, да? Есть модели, которые работают со снимками с МРТ. Есть модели, которые очень важны на самом деле и самые проблемные, которые предсказывают тяжесть течения болезни. И вот ни одна из этих моделей, на самом деле, не получила должного внедрения, развития. И все исследователи сходятся в том, что причина одна. Модели крайне несовершенны. Да, модели ошибаются. Они ошибаются всегда. Они ошибаются в простейших задачках распознавания изображений. Они говорят какую-то ерунду, вместо гриба они видят рогалик. Но это неудивительно, потому что это самые легкие, простые ошибки. Бывают более тяжелые, когда эти ошибки уже специально названия носят. Это предвзятость системы машинного обучения, когда системы машинного обучения, они просто начинают дискриминировать человека по полу, возрасту, России. И ответ для любого исследователя, кто этим занимается, всегда представляется во всех практиках знакомых. Нам очень просто. Ну, давайте что-нибудь сделаем данными. Соберем больше данных, почистим данные. Ну, возьмем какую-то другую модель, какую-то суперсложную, навороченную. И во всей этой истории, скажем так, несовершенства модели машинного обучения или искусственного интеллекта, неважно, как это назвать, на мой взгляд, теряется суть и теряется контекст производимой работы. Работа, она на самом деле для меня, как для математики, так и для инженера, очень простая. Мы делаем матмоделирование. Мы строим некую матмодель по вполне понятным любому инженеру шагам. Определяем набор данных, задаемся, что мы за функцию берем, в рассмотрении, каким параметром модель будем подгонять. Определяемся с функцией потерь, то есть мы определяем, что в результате мы все-таки хотим получить на выходе. Конструируем критерии и методы для подгонки параметров при помощи функции потерь. Но во всей этой прекрасной истории матмоделирования мы всегда упускаем некоторый нулевой шаг, которого вот я как инженер, я его зачастую даже не вижу, но с ним необходимо, мне кажется, больше сталкиваться, больше работать. И этот нулевой шаг — это вынесение некого предположения относительно той задачи, которую должна решать наша модель. Это построение самой конструкции вопроса, что должна сделать модель. И в данном случае речь идет о междисциплинарном взаимодействии, о пересечении знаний из нескольких отраслей, как, например, медицина и машинное обучение. Именно об этом говорят все исследователи вот этих вот алгоритмов, которые как-то анализировали данные пандемии, то, что недостаточно взаимодействия между медицинскими работниками, между учеными и вот инженерами, что говорят на разных языках, не очень понимают друг друга. Из-за этого, ну вот, модели не внедряются, хоть до того, что модели иногда внедряются, но под грифом секретной, и никто не знает, что там внутри этих моделей, хотя это, ну, абсолютно неправильно. В более практических областях знаний, типа маркетинга или системы безопасности или какие-то финансовые инструменты, здесь все проще и вроде как лучше, потому что вот эти специалисты, которые обладают специфическим набором знаний, которые могут, по сути, вынести какие-то предположения, какие-то гипотезы относительно того, что должна делать модель, они всегда рядом, они под рукой. Но есть одна такая вот область знаний, применение машинного обучения и искусственного интеллекта — обработка естественного языка. Если, вот недавно буквально, я общалась со своими коллегами, которые, ну, многое так, не так давно в отрасли, как я, и если их спросить, ну, вот, обработка естественного языка, когда, с чего началась, какая история у этого всего, это сеть, вот, там, чат-ботов, когда там первый чат-бот появился, машинный перевод, система машинного перевода, они вот при гугле появились или где-то раньше все началось. И зачастую специалисты по машинному обучению, они говорят, что, ну, вот как история, ну, вот сначала был TF-IDF, там, да, вот эти матрицы частотные всякие, ну, потом стали какие-то имбейдинги делать, векторные представления слов. Ну, вот, собственно говоря, вся история. Ну, потом трансформеры появились, и вообще все стало круто. Но на самом деле надо очень хорошо во всех задачках, касающихся обработки естественного языка и решения задач смежных с этим, очень четко понимать, что вот то, что сейчас есть, все языковые модели, которые сейчас есть, большие, маленькие, это результат, на самом деле, многовекового развития, теоретизации языка лингвистики, вычислительной лингвистики. Это очень долгая история, которая вот сейчас, в момент, она развивается и развивается зачастую просто экспоненциально. То есть, ну, есть трансформеры, есть какой-то очень интересный механизм, работы с языком преобразования языка. И просто давайте сделаем эти модели больше, 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 еще больше, и вроде как они должны лучше решать наши все задачки. Вот буквально, наверное, месяц назад вышла последняя прям супермодель, там, 530 миллиардов, по-моему, параметров, вот NVIDIA. И надо понимать, что это просто один вектор развития, эксенсивный. Мы наращиваем мощность моделей, но мы не оглядываемся на них. И это создает очень такой опасный немножко разрыв между инженерами, которые строят вот эти вот супермодельки, и тем, как потом эти модельки применяются, кто их применяет и вообще зачем. И происходят вот, например, такие казусы. Когда вот инженер, ученый, исследователь, он забывает о функциональности языковых моделей, он забывает о том, что вот эти все супермодельки, GPT-2, 3, там, мегатроны все, они решают какую-то определенную задачу или набор задач. Они не устроены как человек, они просто функция. Функция, которая задана сделать что-то. Машинный перевод, вопрос на ответную систему. И вот пример серьезной работы, достаточно статья, где люди задались вопросом, насколько хорошо модели подражают лжи человеческой. И это такое странное, вот у меня чувство, как не только инженер, но еще человек с математическим фундаментальным образованием, когда я читаю такие статьи, я думаю, ну, а почему, откуда модель будет знать, что такое вообще ложь? Ей никто не задавал этой информации, у нее нет этой информации, она этого делать не умеет. И задаваться таким вопросом, вообще говоря, ну, не имеет смысла. Это вот пример такого странного анализа без оглядки на науку, на лингвистику, на вычислительную лингвистику, без осознания вообще всей истории процесса. И вот напоследок хотелось бы привести такой более радужный, прекрасный пример, когда наоборот, люди строят модели, используют модели языковые, современные для решения, казалось бы, невозможных задач. Восстановление опадского языка. Опадский язык — это мертвый язык. Он не существует, на него никто не говорит. Это клинопись, это палочки. И есть просто таблички. В этих табличках, ну, раньше люди на бумаге писали, в них отсутствовать могут некоторые знаки. Вот кто работает с языковыми моделями, знает, что есть такая вот бертовая модель. Она работает как раз на уровне заполнения недостающих каких-то символов из контекста. Ну, естественно, возьмём эту бертовую модель, а на чём учись? И вот результат данного научного исследования, на мой взгляд, совершенно потрясающий, состоит в том, что учёные попробовали обучать бертовые модели на разных наборах данных. Просто на акадских, вот этих клинописных данных, языковых. То есть там уже люди просто заполняли, есть какая-то часть, заполненная людьми, есть часть незаполненная. Пробовали также обучать модели на родственных языках, современных языках, для которых есть данные родственные с акадским. И оказалось, что вот языковые модели, которые обучены на современных языках, имеющих с акадским языком одни истоки, корни, вот эти языковые модели лучше работают, чем те, которые просто вот обучались на этих клинописных вот этих вот табличках. И на мой взгляд, это очень хороший пример, когда знания из области лингвистики, из области истории языка дают на самом деле невероятный результат, потому что, ну, показ их язык, где найти этих людей, которые могут восстановить таблички. А машины могут. На этом спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok